В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте! И далее о главных событиях среды. Киев ратифицировал римский статут Международного уголовного суда. Одна из главных предпосылок – привлечь к ответственности Россию за преступления, совершенные против Украины. Больше миллиарда евро потратит Литва на строительство военной базы в 20 километрах от границы с Белоруссией. Там разместят несколько тысяч немецких военных. Мы серьезно относимся к нашей безопасности. НАТО – это серьезный союз коллективной обороны. В Ростовской области России четвертый день не могут погасить пожар на нефтебазе. Огнем охвачены тысячи квадратных метров территории. К борьбе с пожаром привлекли даже священнослужителей. 75 британских компаний признали, что могли нарушить санкции в отношении России в 2023 году. 161 компания добровольно предупредила о возможных обходах запрета. В данном направлении мы с партнерами активно работаем, чтобы усиливать давление и лишать их денег, которые нужны для финансирования военной машины. Независимый народ должен быть независимым также и духовно. Президент Владимир Зеленский обговорился вселенским патриархом Варфоломеем новый закон о духовной независимости. Глава украинского государства поблагодарил его святейшество за молитвы о мире в Украине и за непоколебимую поддержку украинского народа. Зеленский заверил, что Киев стремится укреплять православие в стране и способствовать открытому диалогу между церквями. Ратификацию Римского статута Международного уголовного суда поддержал украинский парламент. Это означает полноценное присоединение Украины к МУС. По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елены Шуляк, одна из главных предпосылок ратификации – привлечь к ответственности россиян за преступления, совершенные на территории Украины. Также это касается и репараций. МУС устанавливает масштабы и размер убытков. То есть это тот механизм правовой защиты для жертв, который позволит украинцам получить справедливую компенсацию за причиненный ущерб. Отреагировал на ратификацию глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулева. По его словам, таким решением Украина сделала важный шаг к членству в Европейском Союзе. Ратификация статута является обязательной для всех стран-членов ЕС. Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда. Это был долгий путь, полный вызовов, мифов и страхов. Ни один из них не был правдой. И сегодня мы, наконец, достигли результата. Совершая этот шаг, Украина демонстрирует свою непоколебимую приверженность укреплению международного правосудия. С ратификацией римского статута Украина также сделала еще один важный шаг ко вступлению в ЕС. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. В соцсети ИКС. За все время войны России против Украины Канада оказала помощь Украине более чем на 5 миллиардов долларов. 2 миллиона предоставлено на спасение украинских детей и 200 тысяч долларов на гуманитарную помощь ООН. Сегодня 40 стран помогают Украине вернуть депортированных детей домой в рамках созданной международной коалиции. Одной из них является Канада. Во время визита в Киев министр международного развития Канады заявила важность создания специальных институтов и программ для поддержки маленьких украинцев и их семей. Канада предоставит дальнейшую помощь в размере 3,5 миллионов долларов для организации Международного медицинского корпуса Объединенного Королевства, а также 2 миллиона долларов канадской организации «Спасти детей» и 200 тысяч долларов для Офиса ООН по гуманитарным вопросам для поддержки гуманитарных миссий в Украине. Я хотел бы поблагодарить за начало отдельной программы и выделение специального бюджета от правительства Канады, который будет направлен через ЮНИСЕФ на поддержку украинских детей. Канада в очередной раз показала свою лидерскую позицию, когда начала имплементацию этой программы. Идентифицируются потребности каждого отдельного ребёнка, учитываются проблемы со здоровьем, помощь в улучшении психоэмоционального состояния, помощь в вопросах образования. Для каждого ребёнка разрабатывается поэтапный индивидуальный план. Мы работаем над тем, чтобы после возвращения дети получали всё, что им необходимо. И мы со своей стороны обеспечиваем интеграцию детей в обществе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шамонита посетит Украину. Визит запланирован на пятницу 23 августа. О планах европейской чиновницы не сообщается. Последний раз Шамонита посещала Украину в ноябре прошлого года. Тогда она и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудили поддержку энергетического сектора Украины и подписали совместную декларацию, в которой выразили поддержку стремлений Украины к европейской и евроатлантической интеграции. Премьер-министр Индии Нарендра Модзи во время своего визита в Киев планирует обсудить возможность мирного урегулирования полномасштабной войны России против Украины. Об этом сообщает Reuters. Сегодня Модзи отправился в Польшу, а в пятницу приедет в Киев. Это первый визит индийского премьер-министра в Украину с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Около месяца назад он посетил Москву. Жозеп Боррель призывает снять ограничения на использование украиной оружия западных партнеров для поражения российских военных целей. Об этом верховный представитель Европейского союза написал на странице в соцсети X. Также он отметил, что наступление Украины на Курск это серьезный удар по риторике Путина. Снятие ограничений на использование сил и средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины в соответствии с международным правом, имело бы несколько важных последствий. Таких как усиление самообороны Украины, в частности в отношении российских бомбардировок инфраструктуры, уменьшение разрушений и смертей среди украинцев, а также содействие мирным усилиям. Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности. В соцсети X. Нидерланды приобретут для Украины мобильные средства обнаружения дронов. Контракт на закупку радаров подписали в Гааге на заводе-изготовителе. Эти системы способны обнаруживать небольшие беспилотники и отличать их, например, от птиц. Ожидается, что Украина получит 51 радар к концу этого года. Их будут отправлять поэтапно, сообщает Министерство обороны Нидерландов. Поддержка Украины со стороны Германии сохранится и в дальнейшем. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. По словам европейского чиновника, обязательства перед Украиной будут действовать без всяких условностей. Он напомнил, что Киев получит кредит в размере 50 миллиардов евро, выплата которого состоится за счет замороженных активов российского Центробанка. Еще 4 миллиарда евро будут доступны из федерального бюджета в 2025 году, добавил он. Хабек отметил, если этого не произойдет, то Берлин будет искать другие способы обеспечить Украину необходимой поддержкой. Украина в будущем получит деньги, на которые она сможет закупить остро необходимую систему вооружений. Насколько я знаю, это произойдет в конце года. Это потребует обеспечения того, чтобы системы вооружений были заказаны сейчас, а оплачены позже из фондов G7. Роберт Хабек, вице-канцлер, министр экономики Германии, из публикации Berliner Morgenpost. Успешная боевая работа на фронте, в частности, также зависит от помощи западных партнеров. Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил и успехи украинской армии в Курской области. Фронт, наши позиции, прежде всего, это Покровское направление, наша Донецкая область. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка относительно обеспечения снарядами, и очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства. Относительно каждого пакета по всем нашим договоренностям. Это фундаментально для обороны. Наша операция в Курской области продолжается. Наша боевая работа, делаются шаги, контролируем определенные районы. И благодарю всех наших ребят, все подразделения, за дальнейшее пополнение обменного фонда. 54 боевых столкновения произошло на фронте с начала суток. Подробнее о ситуации на передовой смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Российские оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по украинской территории. Бои продолжаются по всей линии фронта. В частности, на Краматорском направлении захватчики штурмуют Григорьевку, Часов Яр и Предтечино. На Торецком направлении противник бомбардирует позиции украинских защитников авиации и пытается атаковать сам Торецк. На город захватчики с начала суток сбросили более 10 кабов. Самая сложная ситуация сейчас на Покровском направлении. Активные бои продолжаются в районах Воздвиженки, Зелёного поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Михайловки и Птичьего. Манёвры еще будут, даже отходы, возможно, в некоторых местах. Но, создавая более удобные позиции и по укреплению ландшафта, я предполагаю, что больших прорывов не будет. А в перспективе будем уже проводить более эффективные контратаки. В других местах сбавился темп. Мы понимаем, что с карьковского направления, да, там также идут бои активные возле Учанской, глубокие, глубочие. Но в данный момент все-таки пришлось им снять несколько сот человек оттуда. И поэтому активность, особенно наступательного характера, снизилась. Бьют российские войска не только по территории Украины, но и по Курской области. С начала суток они совершили 17 авиаударов по населенным пунктам РФ с применением 27 управляемых авиационных бомб. Воюют не по назначению и уменьшают возможность вернуть территории в Курской области. Британская разведка сообщает, что отвлечение личного состава российской армии от ранее приоритетных областей, вероятно, свидетельствует о постоянном дефиците кадров. Все варианты ищут сейчас по СУСЕКам, где найти подразделения, как их так задействовать против наших войск. Поэтому собирать и в России, и в Калининградской области. Ну и отборки спецподразделения различных спецслужб России. Это ФСБ, это Главное управление разведки, это Росбарди готовит свои подразделения. То есть такой создан как бы конгломерат, как они сказали, координационный штаб, который координирует работу и в этом направлении, и еще в двух областях. Брянский, Белородский. Сокрушительные удары и блестящая работа. Бойцы сил спецоперации навели огонь систем залпового огня на мосты и понтоны россиян в Курской области. Также была уничтожена инженерная техника. Воины сил специальных операций показали видео, как уничтожают скопление техники, полевой склад боекомплекта и горюче-смазочных материалов, комплекс РЭБ и 152-мм пушку. Также видно, как разрушаются мосты и понтоны, которые до недавнего времени служили переправой для войск противника. В Генштабе Вооруженных сил Украины раскрыли подробности ночных событий в районе города Новошахтинск Ростовской области. Этой ночью силы обороны Украины нанесли удар по зенитному ракетному комплексу С-300. После попадания зафиксированы взрывы. Ранее власти Ростовской области сообщили о ночной ракетной атаке. В районе города Новошахтинск вспыхнул мощный пожар. В соцсетях местные жители сообщали, вблизи жилых домов загорелось поле. Мы наносим огневые удары и уничтожаем большое количество как раз живой силы. У техники, само собой, каждый день, и это сутки 1220, 1300, 1500 иногда. Это большие потери, поэтому потенциал исчерпывается. И с учетом того, что должны обеспечивать другие границы, особенно Курскую, Бевродскую, Брянскую область, уже больших резервов мы не фиксируем. Потери России в войне против Украины превысили 603 тысячи. За минувшие сутки армия страны-агрессора недосчиталась 1210 своих военных. А потом сообщил генеральный штаб ВСУ. Украинские военные уничтожили 4 российских танка, 21 боевую бронемашину, 60 артиллерийских систем и 2 системы ПВО. Сбили 38 БПЛА, 4 ракеты, а также поразили свыше 80 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом. В Пентагоне подтвердили, что российские оккупанты перемещают небольшое количество своих сил в Курскую область. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер. Какие именно подразделения российских войск перебрасывают в регион, он не уточнил. Стоит отметить, что Соединенные Штаты официально отказываются оценивать события в Курской области. Но в Конгрессе операцию ВСУ называют исторической и такой, что может изменить ход войны. На фоне событий в Курской области в российской армии стал очевидным дефицит кадров. Об этом в своем отчете сообщает британская разведка. Также аналитики отметили, что Россия использует в Курской области войска, которые воюют не по назначению. Например, операторов радаров раннего предупреждения отправляют в пехоту. Это может уменьшить способность РФ вернуть занятые украинскими силами территории, говорится в отчете. Отвлечение личного состава от этих ранее приоритетных сфер вероятно свидетельствует о постоянном дефиците кадров в РФ. Россия продолжает создавать новое подразделение и набирать больше личного состава для поддержки массовых боевых действий на истощение против Украины. Высокий уровень потерь означает, что Россия нуждается в постоянном пополнении личного состава пехоты на передовой, что почти наверняка и в дальнейшем будет ограничивать способность России создавать подразделения с более высоким уровнем боеспособности. Из ежегодного обзора Министерства обороны Великобритании. А накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, украинские военные контролируют 93 населенных пункта Курской области РФ. Это 1263 квадратных километра российской территории. Главнокомандующий ВСУ уточнил, что за время наступления ВСУ продвинулись вглубь Курской области от 28 до 35 километров. Тем временем в Ростовской области России четвертый день не могут погасить пожар на нефтебазе. К борьбе с огнем привлекли даже священнослужителей. Горят тысячи квадратных метров территории. Огнем охвачены несколько десятков резервуаров с топливом. Пожар на предприятии не могут потушить с 18 августа. Тогда объект атаковали беспилотники. Всего на базе 70 резервуаров с дизельным топливом, которое предназначалось для нужд российской армии. Швейцария введет в отношении России ограничения, предусмотренные 14-м пакетом санкций Евросоюза. Такое решение принял Федеральный совет Швейцарии. В частности, речь идет о запрете на импорт российских алмазов. Как отметили в правительстве страны, меры вступят в силу 27 августа. При этом в июле в санкционный список Швейцарии уже были внесены 69 физических и 47 юридических лиц РФ. А 75 британских компаний признали, что могли нарушить санкции в отношении России в 2023 году. По информации Управления по применению финансовых ограничений, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, 161 компания добровольно предупредила казначейство о возможных нарушениях, пишет The Times. Через какие страны Россия пытается обходить санкции, смотрите в нашем материале. Евросоюзу необходимо заручиться помощью правительств государств Кавказа и Центральной Азии, чтобы решить проблему обхода санкций в отношении России, пишет The Economist. Армения, Азербайджан, Грузия, Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. Компании из этих стран активно зарабатывают на схемах обхода ограничений. Одним из лидеров поставок под санкционных западных товаров в Федерацию остается Казахстан. Крошечная технологическая индустрия Казахстана, около 50 фирм с производственной мощностью 100 миллионов долларов в 2021 году, похоже, заполнила этот пробел. Ее экспорт в Россию вырос со 40 миллионов долларов в 2021 году до 298 миллионов долларов в 2023 году. Конечно, все было не так, как казалось. Из публикации The Economist. К слову, вице-премьер-министр Казахстана недавно заявил, его страна не будет слепо следовать санкциям приоритета Станы собственные экономические интересы. Увеличилось количество попыток обхода ограничений в Литве, сообщила генеральный прокурор государства. Минимум одно дело уже передали в суд. Сейчас, если я не ошибаюсь, продолжается около 50 досудебных расследований. Я знаю, что решения были приняты по некоторым из них. Это количество показывает, что попыток обхода становится все больше и возникают трудности. Но мы работаем в этом направлении. Недаг Грунскины. Генеральный прокурор Литвы. Из публикации Delphi. Великобритания ввела санкции в отношении около 2000 частных лиц, корпораций и групп в России. 75 британских компаний признали, что могли нарушить ограничения в отношении Российской Федерации в 2023 году, сообщает The Times. Нарушителям грозят штрафы в миллион фунтов стерлингов. Это примерно миллион триста тысяч долларов. А еще в отношении этих компаний могут открыть уголовные дела. Эксперты допускают, часть таких нарушений могла быть непреднамеренной. Проблема для бизнеса заключается в том, что лица и организации, попавшие под санкции, по-прежнему стремятся закрепиться в Великобритании, торговать с британскими контрагентами или получить доступ к британским инвестициям. Часто они делают это через подставные компании или трасты, где сложнее проследить, кто является конечным владельцем. Стейси Кин, юрист из публикации The Times. Евросоюз ввел в отношении России 14 пакетов санкций. Эксперты считают, что нужно усилить давление на российскую энергетику. Федерация накопила довольно обширный теневой флот и с его помощью продолжает зарабатывать на экспорте нефти. В данном направлении мы с партнерами активно работаем, чтобы усиливать давление и лишать их денег, которые нужны для финансирования военной машины. Есть понимание и консенсус среди наших партнеров, что никто быстро санкции снимать с Российской Федерации не будет. Санкции с Российской Федерации будут довольно долго. И чем дальше, тем складнее им удерживать ситуацию, так как вообще эффект санкций можно сопоставить с неким ядом, который отравляет организм, то есть экономику Российской Федерации. В самой России, похоже, не рассчитывают, что союзники Киева в обозримом будущем отменят санкции. Директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Беречевский заявил, ограничения останутся на десятилетия. Кремль признает, что ситуация в Курской области может продлиться несколько месяцев. Поэтому российские власти пытаются убедить своих граждан в том, что это так называемая новая нормальность. Об этом сообщает «Медуза». По словам источников издания, близких к верхушке Кремля, шок от украинской операции постепенно перешел в привыкание. И теперь власти РФ активно работают над тем, чтобы изменить общественное восприятие войны и убедить граждан, что такие события являются новой нормой. Пропаганду сосредоточили на том, что возвращение территории будет хотя и в неопределенные сроки. Вслед за YouTube российские власти взялись за мессенджеры. В ночь на 19 августа пользователи Telegram в России столкнулись с масштабными сбоями. О том, что Telegram не работает без VPN, сообщали преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты уверены, причина сбоя – тестирование блокировки. Ведь неполадки в работе мессенджера зафиксированы исключительно в Российской Федерации. Подробнее в материале. Кремль перекрывает россиянам все возможные независимые источники информации. Дошел черед и до Telegram. Жители России жалуются, что мессенджер без VPN не работает. Причина ночного сбоя – попытка или тестирование блокировки Telegram со стороны российских властей. Речь не идет о глобальном сбое, поскольку данных о нем нет в Даун-детектор. Михаил Климарев – IT-специалист, директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета». Из публикации телеграм-канала «Медуза Лайв». В начале августа 2024 года Роскомнадзор объявил о блокировке мессенджера сигнал якобы за нарушение законодательства. С 8 августа на компьютерах российских пользователей перестал открываться YouTube. А с масштабными сбоями видео загружалось долго и воспроизводилось в низком качестве. Граждане федерации столкнулись еще 1 августа. У путинского режима претензий к YouTube накопилось немало. Он не закрывает доступ к запрещенным в Федерации независимым СМИ. Не освещает войну России против Украины так, как того хотелось бы Кремлю. Да еще и заблокировал некоторых кремлевских пропагандистов. YouTube — это такая большая заноза для Кремля и причиняет ему довольно много неудобств. Потому что с начала войны мы видим, как интерес россиян именно к этому видеохостингу постоянно растет. Ну и, конечно, та политика, которую предпринимает YouTube по отношению к российским пропагандистам, тоже не может не раздражать, собственно говоря, всех, кто отвечает за принятие новых законов в Российской Федерации. Поэтому я думаю, что если бы такого не было, то, может быть, и прикрывали бы глаза на этот видеохостинг. О том, что в Российской Федерации начнут замедлять работу YouTube на компьютерах, еще 25 июля заявил депутат Госдумы Александр Хиштейн. Большинство пользователей намек поняли — грядет полная блокировка видеохостинга. В основном сейчас люди скачивают VPN, в основном пытаются добыть оттуда какую-то информацию, через VPN зайдя в тот же самый YouTube, потому что у YouTube проблемы не связаны с серверами Google. Вернее, конечно, они связаны, но в основном это добровольная, осознанная блокировка со стороны российских властей. Российские власти хотят заменить YouTube отечественным приложением ВК-видео, пишет издание «Верстка». А пока спасибо Путину за блокировку YouTube и мессенджеров могут сказать разве что продавцы Wi-Fi роутеров с предустановленными VPN-сервисами. В первой половине августа продажи таких устройств в России выросли на 40% по сравнению с июлем. Интересно, что VPN-роутеры используются не только для просмотра YouTube без каких-либо проблем, но и для доступа к устройствам умного дома, доступ к которым был заблокирован западными производителями после введения санкций. Да, сегодня, чтобы пользоваться, например, каким-нибудь умным газовым котлом, необходим доступ к нему через VPN, который скроет, что по факту он расположен в России. Из публикации на сайте ixbt.com со ссылкой на специалистов по информационной безопасности. Несмотря на то, что в Российской Федерации пока еще не предусмотрена ответственность за использование VPN, 1 марта вступил в силу запрет на популяризацию сервисов. Роскомнадзор пытается удалить из интернета любую информацию о них, а также ограничить поисковую выдачу. Оперативную и объективную информацию вы всегда можете получить на телеканале Freedom. Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении в стране их солдат. Такая вероятность существует даже при отсутствии реальной военной угрозы. Об этом заявил министр обороны Финляндии Анти Хекканен, сообщает финский обещатель Еле. По его словам, Норвегия и Швеция могут разместить войска в провинции Лапландия. Переговоры со стороны Минобороны проводятся с несколькими странами. Мы ведем переговоры о том, какие государства могли бы выделить определенные структуры войск для обеспечения безопасности Финляндии. Речь идет о ситуациях, когда реальной военной угрозы нет. Но есть напряженная атмосфера, которая предусмотрена пятой статьей о коллективной обороне. Анти Хекканен, министр обороны Финляндии. В комментарии национальной телерадиовещательной компании Финляндии ИЛЕ. Больше миллиарда евро потратит Литва на строительство военной базы в 20 километрах от границы с Белоруссией, сообщили в Министерстве обороны страны. Там разместят несколько тысяч немецких военнослужащих. Также на базе будет храниться и обслуживаться бронетехника. Правительство Германии уже запросило у парламента почти 3 миллиарда евро на заказ 105 танков «Леопард», частично для оснащения военной базы в Литве. Как НАТО укрепляет свой восточный фланг, расскажем далее. В 20 километрах от границы с Белоруссией в литовском городе Рудненкай началось строительство военной базы для войск НАТО. 120 зданий, вертолетные и сортировочные площадки, тренировочные поля, стрелковые и танковые полигоны – все это разместят на площади в 170 гектаров. Рудненкай станет местом постоянной дислокации около 4000 военных бундесвера и вспомогательного персонала. «Размещение бригады здесь, в Литве, означает, что, во-первых, она нужна для спокойствия нашего населения и как средство сдерживания в соответствии со стандартами НАТО». Завершить строительство военной базы планируют до конца 2027 года. Цель НАТО – не запугивать или угрожать, подчеркнула премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Союзники должны быть уверены, что агрессор всегда получит достойный отпор. «Мы серьезно относимся к нашей безопасности. НАТО – это серьезный союз коллективной обороны. Так что это не просто, знаете ли, демонстрация силы или бла-бла-бла о больших зданиях и военных машинах. Речь идет об очень серьезном планировании того, что нам нужно для реального сдерживания правителей, автократов, которые не уважают международное право и человеческое достоинство». Это одно из самых важных начинаний, которое в настоящее время предпринимают немецкие вооруженные силы. Оно является частью новой эры укрепления, сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО. Укрепляют границы со страной-агрессором и другие государства Балтии. В Латвии вдоль границы с Россией и Белоруссией устанавливают пограничные защитные сооружения. Кроме того, в страну прибыл батальон из Дании, который присоединился к многонациональной бригаде НАТО, развернутой для усиления восточного фланга Альянса. Латвийская национальная телерадиовещательная служба сообщила, в латвийский город Ада же прибыло около 800 датских военнослужащих с боевой техникой. Бронепехотный батальон состоит из штабного подразделения, в котором есть все виды служб связи, снайперы, противотанковое оружие. И у нас есть танковый эскадрон. У нас также есть эскадрон бронепехоты и механизированная пехота. Для этой миссии мы тренировались почти полтора года, готовясь к отправке в Латвию, а также к интеграции в канадскую бригаду. В январе 2024 года государства Балтии приняли решение создать единую линию обороны вдоль восточной границы с Российской Федерацией и Белоруссией. Планируется возведение различных оборонительных сооружений для сдерживания и при необходимости защиты от военной угрозы. В мае польское правительство объявило о выделении более 2 миллиардов евро на укрепление границы с Россией и Белоруссией. В Министерстве обороны Польши отметили, оборонительные сооружения, которые планируют возвести Варшава и страны Балтии, будут соединены между собой.